Девушки отдыхают 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 Следующая тема, о которой я хотел бы поговорить, это непосредственно про сам контент на канале. Что у нас уже есть и что вам примерно ожидать в будущем. И хочу начать с игры, которая называется Iron Front Liberation 1944. Друзья, к сожалению, я после долгих раздумий принял решение свернуть прохождение этой игры по одной простой причине. Игра вышла дико недоделанной, дико сбагованной. И самое, что меня взбесило, это миссия была. Я как раз записывал серию, потратил на нее весь день. И так и не смог ее пройти. Там была миссия связана с танками. Вам в распоряжении дается два танка, ну и еще свой, то есть три танка. И вы должны уничтожить немцев и артиллерийский расчет. По мозгоебке, извините за мат, это просто что-то с чем-то. Ох, это взрыв мозга, ребят. Я действительно говорю, самая настоящая жесть. Плюс ко всему, мне еще с прошлой серии не понравилось поведение искусственного интеллекта в этой игре. Он близорукий, он не видит вас, персонажа, да, даже в расстоянии с 1-2 сантиметра. То есть вы можете вообще прям подойти к противнику, к немчури вплотную, и он вас не увидит. Вот. То есть искусственный интеллект там довольно лоботомированный и очень рандомный. Он может за эту сессию, например, вас не увидеть в упор, но зато в следующий раз, когда вы перезагрузитесь, он будет стрелять как ворошиловский стрелок. Там вам в хед попадать с расстояния, там, не знаю, несколько километров где-то. Поэтому игра довольно-таки такая, блин, неровная. Ну и, само собой, не знаю, она больше похожа как раз именно на любительскую модификацию, коей, по идее, и должна являться. Но вот как сделали Дипсильвера, то есть за нее еще и деньги отдавать, это, по-моему, уже слишком. Вот, короче говоря, моих нервов не хватило на выполнение этой миссии. А сами понимаете, если ты тратишь, блин, целый день, короче, на игру и не можешь ее пройти, застопорился, то, соответственно, зачем, собственно говоря, тогда, извините за выражение, там, рвать себе пятую точку. Так что прохождение по Iron Front нам придется свернуть. И, не знаю, заменим Iron Front какой-нибудь другой игрой. Я, например, предлагаю Arma 3. Arma 3 на каком-нибудь режиме, типа, не знаю, там, Царь Горы, например, или Wasteland, или, например, тот же Altis Life. В принципе, опыт игры в Arma 3 у меня есть, и я думаю, что мультиплеерные прохождения, они будут намного интереснее смотреться, чем прохождение вот кривой игры, мода, да, там, на тему Второй Мировой. Нет, задумка, конечно, у модеров Iron Front, она очень-очень неплохая, но реализация, как оказалось, очень кривая и хреновая. Так что, извините, но прохождение данной игры у нас будет, ребят, свернуто. Что поделать? Щито поделать, твою мать! Следующая тема, о которой я хочу поговорить, это прохождение затанухидов в Тотуловоротиле. Тоже там довольно, получается, такая ситуация интересная. То, что пад, падовая ситуация, сессониды с союзниками не могут напасть на нас, мы, у нас не хватает сил для того, чтобы напасть на, соответственно, наших врагов. Вот, поэтому уже какая серия подряд мы там топчемся на месте, и когда мы выйдем из этой падовой ситуации, я вообще, блин, не в курсе, не знаю. Соответственно, это уже и сказывается на просмотрах, потому что в последний раз, в последнюю серию, уже не так много людей смотрело, как предыдущие. Но оно и понятно, потому что мы все время стоим на месте, блин, и, честно говоря, уже интереса к прохождению танухидов становится все меньше и меньше. Хотел я, думал, перевести прохождение за танухидов на стрим, но в итоге, опять же, выходит то, что даже стримы будут смотреть по танухидам не так интересно, потому что мы, опять же, стоим на месте. Так, слышно. Вот, поэтому пока что по танухидам, что я хочу сказать, в ближайшее время серии не ждите. Скорее всего, я вне записи просто дойду до того момента, когда мы уже, как бы, поднакопим силы и просто одним большим катком пройдемся по территориям Сассанидов. Я думаю, так будет разумнее всего. Но, опять же, говорю, в ближайшее время танухидов, вот те, кто ждали, не ждите, ребят, не ждите. Сейчас насчет Атилы я буду все силы уделять вот именно прохождению за Королевство Италии. Также у нас еще стримы остаются по Белым Гумам, плюс еще не забываем о том, что выходят славянские фракции в DLC 25 февраля. И, кстати, проводится акция уже третий ивент подряд, Make War Not Love, где, собственно говоря, в Sega она сталкивает лбами несколько игр, которыми она владеет как издатель, да, между внутренними вот этими вот конторами. То есть это Creative Assembly и Relic. Соответственно, от Creative Assembly в этом году выходит Total War Отила на одной стороне, скажем так. И непосредственно от Relic выходит аж две игры. Это Company of Heroes 2 и Dawn of War 2. Смысл заключается в чем? Чем больше, до 20 февраля, игры какого сообщества наберут больше побед и больше онлайна, значит, ну получается, та игра и победила. Там в итоге у них будет три раунда выходить, и по результатам трех раундов там определится победитель. То есть, кто больше, сколько людей в какую игру больше наиграла, и сколько людей при этом победила в сюжетных битвах. Соответственно, у кого этот процент соответствия будет больше, значит, для данной игры следующее DLC, оно будет бесплатным. То есть это либо для Отилы, славяне как раз там, либо для Company of Heroes там что-то свое, либо для Dawn of War. Опять же, так как мы все-таки заинтересованы в победе Отилы, то я вам рекомендую все-таки до 20 февраля активнее играть в компании Total War Отилы и проводить как можно больше битв с победами. Потому что засчитываются только победы в сюжетной кампании. Поэтому не забывайте, тоже давайте побольше активности, ребят, проявляйте. Нам нужно бесплатный DLC, я знаю, вы ведь хотите бесплатных славян, ребят? А, ну а теперь давайте, собственно, перейдем к основной части данного видео. И, как я уже говорил, я хочу основную часть данного видео посвятить ответам на вопросы подписчиков. У нас в группе ВКонтакте, собственно говоря, есть тема, задай вопрос мне, то есть Тямычу. И, соответственно, самое интересное из них, я на них буду отвечать. Ну, так как я уже говорил, у нас уже в прошлом году было, по-моему, уже 2 или 3 видео, да, по рубрике «За чашка чая», где я смотрел, какие вопросы мне задают, и потом на самое интересное на них отвечал. Но так уж вышло, что у меня со временем, извините за тавтологию, не было времени, да, все меньше и меньше его было, чтобы отвести на эту рубрику. И многие, наверное, подумали, что я забил на их вопросы и просто тупо игнорирую. Ну, ребят, нет, не волнуйтесь, на вас я не забил, на ваши вопросы тоже. И, опять же, говорю, можете продолжать задавать вопросы. Правда, перед тем, как задавать, посмотрите историю. То есть, может быть, то, что вы спрашивали, на это я уже ответил, либо это уже кто-то спрашивал. Поэтому, перед тем, как писать вопросы в группу ВКонтакте, внимательно изучите то, что уже кто написал. Итак, собственно, я тут не отвечал на вопросы пользователей аж с конца лета. Поэтому сейчас, ребят, что я сделаю сейчас, я по-быстренькому пройдусь, соответственно, по тому, что мне тут поназадавали, да, и понаписали, и на самые интересные я сейчас прокомментирую и их отвечу. Итак, первый вопрос после долгого перерыва. Нас спрашивает Никита Батенков или Батенков. Я уж не знаю, как правильно вставить ударение, ты меня уж извини. Опять же, вопрос датируется аж 12 августом прошлого года, но чё поделать, сейчас по-быстрому теперь буду на все отвечать. Итак, он спрашивает. Как ты относишься к кикстартеру, раннему доступу и прочим новомодным деньговым огалкам? Да, Никита, вопрос довольно-таки актуальный остаётся. Тем более, что сейчас в последнее время действительно очень много игр и проектов, которые выходят в раннем доступе на кикстартере, да, и всё остальное. И, конечно же, да, наверное, 95% из них это просто какие-то, ну, примитивные просто игрульки. Причём, как я заметил, в основном в разработчике вот эти вот нечистые на руку или те, кто заранее знает, что проект будет довольно-таки невысокого качества, да, они это всё маскируют, маскируют обычно под то, что, ну, типа, ребят, это инди, это же инди, это же инди-проекты, там, для хипстеров и всё в этом духе. Вот, поэтому, как бы, из всего этого, скажем так, многообразия действительно достойных проектов там выходит не так уж и много. Вот, но, как вы знаете, даже в том же Стиме есть несколько игр, которые находятся в раннем доступе, но которые находятся, тем не менее, в топе продаж даже Стима. Я сейчас не буду называть названия этих игр, я думаю, вы прекрасно знаете их без меня, поэтому тут только что можно сказать. Как всегда, в принципе, как всегда, во всём многообразии действительно достойных проектов не так уж и много, то есть, как говорится, истинных шедевров среди кучи однобразия, ну, их очень мало. То же самое и с играми в раннем доступе. В принципе, то же самое, что и, в принципе, с обычными играми, потому что компьютерных видеоигр за всю историю существования игровой индустрии вышло дохренища, но действительно, шедевров и прорывных тех игр, которые двигали жанр вперёд, их за всё время вышло не так уж и много. Считаю ли я, там, не знаю, ранее доступ к кикстартеру, деньги-вомогалками? Ну, тут уже, ребята, опять же, всё зависит от совести и чистоты тех, кто, собственно говоря, вот эти проекты делает. То есть, если я, например, вижу, да, по ходу разработки, то, что, ну, разработчики действительно стараются облагородить игру, действительно над ней идёт работа, там, хоть даже если медленно, но всё-таки верно продукт меняется в качестве, ну, то, само собой, таким разработчикам не жалко купить их проект, да, который ещё дорабатывается, и потратить деньги, да, то есть поддержать их рублём. Ну, есть такие вопиющие моменты проекты, да, которые, например, на том же кикстартере собрали уже большущую кассу, но которые, тем не менее, знаете, они очень спорные. То есть, за примерами далеко идти не надо, сейчас, по-моему, самый такой спорный проект, который, собственно говоря, и существует благодаря сбору средств фанатов, это, конечно же, Star Citizen Криса Робертса, и, знаете, уже сам по себе, по-моему, проект на маяке у нас появился, начал маячить то ли в 12-м, то ли в 13-м году, я уже точно не помню, и, как бы, с этого момента, там уже несколько, по-моему, уже десятков миллионов долларов уже в бюджет этой игры, и до сих пор, до сих пор мы даже не видим какого-то, ну, прототипа, что ли, готового, да, то есть Робертс сейчас в последнем интервью, он говорил то, что они там работают над разными модулями игры, над разными частями игры, но до сих пор какого-то, чего-то цельного до сих пор нет, а на дворе уже 2016-й, извините, год, то есть уже с момента, по-моему, начала разработки прошло года 4, это точно, блин, за 4 года вот CD Projekt сделали, извините, в Ведьмак 3 Дикой Охоты, а когда Робертс закончит Star Citizen, и когда она придет к финальному воплощению, никто не знает, и вполне даже реально, вполне реально, ребят, то, что в итоге, ну, Робертс, скажем так, потратит все деньги не на разработку, а на шлю, ну, вы поняли, на что, вот, и в итоге скажут, извините, ребята, деньги кончились, короче говоря, расходимся, нас обманули, жестоко обманули, ну, короче говоря, действительно, с одной стороны, как бы, хочется верить Робертсу, потому что все-таки Крис Робертс, это отец Винкоммандера, как-никак, да, очень популярного симулятора космического в далекие-далекие годы, но, с другой стороны, действительно, надо сказать, что попахивает, если честно, МММ, таким вот, игровым МММ, поэтому двоякое впечатление, двоякое, поэтому, как я сказал, тут кикстартера ранний доступ, это одновременно является и благом, и одновременно злом, но, знаете, как говорится, деньги сами по себе, они не зло, да, потому что деньги-то что? Деньги-то всего лишь инструмент, и на деньги можно как и помогать, да, так и делать зло. То же самое и тут. Кому-то деньги нужны для того, чтобы сделать реально качественный проект и донести его до конечного пользователя, а кому-то деньги нужны чисто для собственного обогащения, чтобы обмануть народ, сделать хайп и потом на самом пике уйти в заказ, скажем так. Вот, поэтому, еще раз говорю, деньги-то всего лишь инструмент. И, соответственно, к кикстартеру и раннему доступу надо относиться соответствующе. Просто ругается не сам вот этот вот метод, да, деньговымогания у людей, потому что порой, ну, люди сами, если они видят, что проект достойный, они с радостью расстанутся со своими деньгами. Просто надо быть, скажем так, честными со своими потенциальными покупателями. Вот, что я думаю по этому поводу. Итак, следующий вопрос от Георгия Бороздина. Тоже довольно актуальный вопрос. Он меня спрашивает. Он спрашивает, планируешь ли ты создать на своем канале подразделение? Допустим, соберешь вместе с собой трех человек, и каждый из вас будет делать видео по играм трех жанров, посвящая прохождение разным, не самым выдающимся, но прекрасным, вызывающим удовольствие играм. Еще хотел бы посоветовать привлекать людей, создавая зеление игр по тематике в каждом жанре. Найдя стратегии или РПГ, посвященные, например, великому и неповторимому творчеству Толкина, ты привлечешь множество людей на канал, сидящих дома и ждущих момента сходки толкинистов, чтобы с возгласом «А, Эльберет, Гильтониэль» сложить голову в лесу. Такие люди уважают популяризацию именно Толкина в фильмах и играх, ввиду к тому, что следует определять интересы, согласно которому ты будешь взращивать канал. Вот, кстати, спасибо, Георгий, за такой вопрос. И, опять же, я сейчас очень жалею то, что подзабил на эту тематику, на эту рубрику ответов на вопросы. 13 августа был задан мне вопрос, и только сейчас я, наконец-таки, освободился для того, чтобы ответить на все эти вопросы. Значит, действительно, тема, которую ты поднял, для меня сейчас актуальна, потому что, как я говорил в начале видео, вот он у меня уже, собственно говоря, трудится, да, мой друг, который любит играть в, в основном, пошаговые стратегии, да, пошаговые RPG, такие как вот Disciples и XCOM, вот, и поэтому потихонечку, помаленечку, действительно, сейчас будем набирать людей на канал, и посмотрим, то есть, кто, кому что нравится, да, тот потом вот в итоге и что-то будет проходить. Вот, таким образом, мы будем охватывать сразу несколько жанров, и мне же, например, будет легче потом этим всем заниматься, монтировать, выкладывать на канал и так далее. Вот, то есть, времени будет хватать, и контент всегда будет разнообразный на канале. Это ты верно сказал. Этим, собственно говоря, в этом году мы и будем заниматься. Будем набирать народ. А насчет деления по жанрам и творчеству Толкина, да, я знаю, что у нас в стране очень много людей, которые любят и уважают творчество Толкина, которые просто без ума от Властелина Колец и все в этом духе. И также, да, есть у меня в планах там прохождение игр, посвященных Властелину Колец. Там вот эта битва за Средиземье первая и вторая часть, в принципе, можно попробовать, но, опять же, всему свое время. То есть, я этот вариант, если что, да в голове держу. Я думаю, в скором времени мы посмотрим. Битву за Средиземье вторую часть, она мне очень нравится. Может быть, там, Войну на Севере посмотрим. Ну, короче говоря, дальше в этом году видно будет. Я думаю, пойдем по этому направлению рано или поздно. Поэтому, да, будем формировать интересы, согласно которому будем взращивать канал. Я, в принципе, всегда-всегда был за то, чтобы контент на канале был как можно более разнообразный, а не узконаправленный. Следующий вопрос мне очень нравится. Он был задан еще 14 октября, и данный вопрос очень актуален именно сейчас. Спрашивает нас Дарья Прожогина. Она спрашивает, будет ли прохождение Атилы за Славян. И вот спустя столько времени, спустя столько месяцев, я говорю, что да, оно будет. Дарья, все будет. Будет у нас даже стрим. Но насчет полноценного прохождения, пока не знаю, как он у нас будет реализован. То есть, может быть, тоже в формате только стримов, например, как Белые Гуны, либо отдельные предзаписанные серии, не знаю. Посмотрим, там будет виднее. Так, Валентин Сирко спрашивает у нас. Привет, расскажи, пожалуйста, будут ли Piranha Byte сделать новую Готику? Есть какая-либо информация насчет этого? Надеюсь, на продолжение после Готики 2. Во-первых, Валентина хочу сказать, что продолжение после Готики 2, оно уже вышло. Это Готик 3, которая вышла аж целых 9,5 лет назад. Ну а так, нет, Piranha, они сейчас официально уже сказали, что в ближайшее время планировать делать новую Готику не планируют. Опять же, извините за эту автологию, люблю повторяться. Но сейчас Piranha будут делать, уже делают, точнее, игру Эликс. Делают они ее уже, по-моему, как года два. В 16-м году будет как два года. То есть они с начала 2014 года уже начали ею заниматься. И где-то в первом квартале 2017 года Эликс будет доступен, то есть релизнится. Для тех, кто не в курсе вообще, о чем Эликс и что это за игра, можете посмотреть данное видео. Ссылка будет в аннотации про Эликс. Там я как раз озвучивал выступление разработчиков на выставке игровой Gamescom для 2015. Вкратце скажу, что это будет новая игра Piranha Binds, действия сеттинг которой тоже будут абсолютно новые, все будет по-новому, никакой связи с Готикой. И там действия будут происходить на планете Магеллан, где будет такой, знаете, сеттинг... Это, знаете, это такое постапокалиптическое фэнтези Sky-Fi. Короче говоря, это научно-фантастическое фэнтези-РПГ в постапокалиптичном мире. Ну, если вы, чтобы вы правильно понимали, короче говоря, еще проще для понимания. Это Готика, короче, плюс Fallout. Получится Эликс. Что из этого выйдет, пока что еще неизвестно. Никаких пока что даже трейлеров, тизеров, видеогеймплея нету. Но, по идее, первая более подробная информация должна будет выйти в этом году. Так, следующий вопрос. Катя Шулич спрашивает. Самый главный вопрос. Адрес вашего ТС. Так, сейчас я бы пацанам прибавку сделаю. Так, вот адрес ТС-ки вы видите на экране. Там активность сейчас не особо большая, но, в принципе, если вы с народом хотите пообщаться, и со мной тоже. Я там иногда бываю, можете меня как-нибудь вечерком там увидеть. Иногда захожу. И вот как раз мы сейчас будем играть в бетку The Division. В ТС-ке я буду часто появляться на момент беты закрытой. Там будем как раз народ собирать. Если вы тоже хотите попасть в видео, да, где мы будем снимать, как мы будем бегать за Division, то, пожалуйста, тоже вступайте в TeamSpeak. Вот этот вот адрес. Там народ будет. То есть, примем. Все там чики-поки. Будет нормально. Вот. Заодно, собственно говоря, активность в TeamSpeak и в ТС-ке тоже поднимем, ребят. Заходите. Не стесняйтесь. Всем вам рады. Павлов Евгения спрашивает. Привет, Тямыч. Скажи, нравится ли тебе Arcanum of Steamworks and Magic Obscura? Если да, то за что? Я тебе так скажу. Про Arcanum я наслышан, но сам в себе в него не играл. И, скорее всего, уже не поиграем. Ну, блин, посмотрим. На самом деле, может быть, и получится. Получится где-нибудь качнуть и посмотреть, собственно говоря, на саму игру. Ну, потому что она, в принципе, уже старенькая. Сама по себе довольна как в моральном, так и в техническом плане. Вот. Но я слышал то, что там тоже уникальный сейтинг. Там типа стимпанк. Что-то смесь стимпанка со средневековьем как-то. Короче, как раз сейтинг очень похожий на то, что сейчас делают Pirani Bites со своим Эликсом. Поэтому, в принципе, я после того, как вот услышал о том, что Pirani разрабатывают Эликс примерно в таком же сейтинге, я заинтересовался об Arcanum и в ближайшее время, наверное, буду искать вот эту игру, где ее можно качнуть. И посмотрю так на нее. То есть, если понравится, если она мне зайдет, то, может быть, даже буду снимать по ней прохождение. Не знаю. Посмотрим. Итак, в принципе, на данный момент это все. С более-менее интересными ответами я, фух, наконец-таки в этом видео разобрался. Будет оно, наверное, довольно-таки таким долгим. Ну, оно того стоило. По крайней мере, я ответил на все вопросы, которые я, ну, к сожалению, проигнорировал с августа месяца. Вот. И все, что мне тут полно задавали в течение полугода ближайшего, я все-таки, ребята, ответил наконец-таки. Поэтому, как бы, если вы подумали, что я не отвечаю на вопросы, нет, я отвечаю. Просто вот так вышло, что вот эти вот ближайшие полгода были, скажем так, в плане свободного времени не очень-таки хорошие, да. Не всегда выдавалось время для того, чтобы ответить на ваши вопросы. Но теперь, как бы, я немного освободился и вот все должки, да, за собой теперь закрыл. Короче говоря, всем спасибо за внимание. Опять же, повторюсь, не стесняйтесь задавать свои вопросы мне в теме группы, да. Канал GamesTotalWars ВКонтакте, там будет тема, задай свои вопросы, тем еще. Задавайте вопросы, я буду дальше продолжать делать такие видео и на них, собственно говоря, отвечать. Ну что, всем спасибо, ребят. Всем до скорых встреч. Я думаю, такой формат, надеюсь, да, что вам понравился. И, как бы, если вам понравился, то, как всегда, ставим лайки, комментируем. Я думаю, это нам добавит больше интерактивности. Возможно, буду больше себя снимать. Потому что, все-таки, у меня есть план к созданию отдельных каналов еще. Где, собственно говоря, я буду в главной роли. Вот, поэтому тоже пишите в комментариях свои мысли насчет всего этого. Я думаю, такая интерактивность, она пойдет только нам на пользу. Ну, все, всем спасибо за внимание, ребят. Пока, до скорых встреч и увидимся. Субтитры подогнал «Симон»!